Теплые слова приветствия, объятия и улыбки. Атмосфера при встрече каждой участницы спортивного коллектива говорит сама за себя. Это их зона позитива, поясняет инструктор Зоя Барас. Именно с ее легкой подачи в институте третьего возраста появились группы по скандинавской ходьбе. Изучив этот оригинальный вид спорта и посетив мастер-класс, Зоя Ивановна твердо решила скандинавскую ходьбу в массы. И вот сегодня три группы дам элегантного возраста также элегантно машут палками, выполняют несложные упражнения и проходят ни много ни мало, порядка четырех километров за одно занятие. К слову, средний возраст участниц 65 лет, самой старшей 78. А одной таки вовсе было 93 года. Заниматься скандинавской ходьбой, как сказал один из основоположников скандинавской ходьбы, может любой человек, которому разрешено ходить. Палка должна подобрана быть очень правильно, чтобы правильно проходило перераспределение веса. То есть вы берете рост свой, измеряете, умножаете на коэффициент 0,68 и высчитываете длину палки, которая именно вам необходима. Скандинавская ходьба появилась благодаря финским лыжникам еще в довоенное время. Спортсмены стремились летом не потерять свою форму и стали ходить по горам без лыж, используя только палки. Затем идею оценили доктора, заметив благотворное влияние на организм. Кстати, при скандинавской ходьбе задействованы все группы мышц, чего не скажешь даже о беге. Вся соль именно в палках, в главном отличии от обычной ходьбы. Во время ходьбы с палками идет перераспределение веса тела на руки, снижается нагрузка на коленные суставы, тазобедренные и, конечно, позвоночник. Нагрузка подходит всем, потому что ее можно дозировать. Самому выбирать место, где ходишь, время, где ходишь, когда ходишь, продолжительность занятий и контролировать интенсивность занятия. Скандинавская ходьба сжигает калории почти на 50% больше, чем обычная ходьба. Повышает жизненный тонус, поэтому этот вид спорта рекомендует при борьбе с лишним весом. Наша съемочная группа решила выяснить у милых дам, улучшилось ли их самочувствие и здоровье с того момента, как они стали посещать занятия. Итак, информация из первых уст. Я пробовала себя в йоге, занимаюсь плаванием. И вот в этом году, когда у нас создали группу «Скандинавская ходьба», ну, просто решила попробовать, что это такое. Не сожалею, потому что я здесь обрела много очень приятных людей, друзей, прекрасное настроение, хорошее состояние здоровья, ну и общение с природой. Я просыпаюсь два раза в неделю и перехожу сюда в «Скандинавскую ходьбу», как на праздник. Никаких болезней, нет давления, нет. Коллектив замечательный. У меня сахарный диабет, а сахарному диабету очень надо вести подвижный образ жизни. А так как зимой в основном дома сидишь, как раз получается обездвиженность. И мне это очень помогает, когда я пошла сюда. Во-первых, когда берешь руки-палки и идешь, то сразу обыстряется ход. И вот это убыстрение хода даже без палок остается. То есть начинаешь быстрее намного двигаться, а это идет на пользу. Противопоказания к занятиям северной ходьбой есть, однако совсем незначительные. К ним относят периоды обострения хронических заболеваний, а также ОРВИ. Если вышеперечисленное не про вас, палки в руки и вперед, навстречу своему здоровью. С палками, но без лыж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова